Брянская епархия отправила более 20 тонн гуманитарной помощи пострадавшим жителям Украины. Благотворительную помощь, собранную прихожанами храмов и монастырей, доставили сотрудники регионального управления МЧС России. Сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей осуществлялся 10 дней в самом начале апреля. Неравнодушные брянцы отозвались на призыв церкви, пожертвования собрали в считанные дни. Приняли участие в добром деле люди всех возрастов. Акцию курировал епархиальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению. Жители нашей епархии собрали более 20 тонн продуктов питания. Это и макароны, это бокалейная продукция, это детское питание, это средства гигиены, это памперсы для деточек. Есть и лекарства, люди жертвовали также. Вначале весь груз повезут до города Белгорода. Затем там уже на месте все это будет распределяться по территории Украины. Также по просьбе прихожан в коробки были вложены иконы. Сопровождал груз заведующий отделом по взаимодействию с региональным управлением МЧС России священник Иоанн Выхованец. Доставка помощи это дело хорошее, а еще есть только патор, который бывает за кадром, там разгрузка помощи, погрузка помощи. Для этого нужны силы, нужны люди, надо много людей, много рук рабочих. Благодаря многолетнему взаимодействию МЧС и церкви помощь в погрузке и доставке гуманитарного груза оказали спасатели области. В гуманитарной акции принимают участие две единицы техники. Масса груза составляет более 20 тонн, объем груза более 60 кубических метров. Перед отправкой гуманитарной помощи в храме в честь похвалы Пресвятой Богородицы, расположенном в епархиальном управлении, был совершен молебен. Вы сегодня приступаете к такому великому доброму делу, вернее приступили уже, потому что ваш труд уже сейчас обозначен именно и в наших добрых сердцах. Мы очень благодарим вас, Олег Николаевич, что вы подъявили на себе такую помощь, но ради помощи пострадавшим. Это всегда святое дело. Ранее Брянская епархия также оказывала гуманитарную помощь. Средства в сумме одного миллиона рублей, собранные прихожанами храмов для жителей и беженцев, были направлены в Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению.